...четвертый год. В весне предусмотрено бюджетное сигналание в сумме 947 тысяч. 414 рублей на выполнение работы по отлову учебной содержания на званом жилотке на территории города Мажарова. Планируется выполнить работу по отлову 50-ти жиложных. В соответствии с требованием 44-го федерального закона у нас заключен контракт с внешним поставщиком «Табелка и Стрелка» с города Зоозерного. Цена контракта составила 590 тысяч рублей. Сумма цен единицы услуги составляет 23 тысячи 250 рублей. Планируется выполнить работу по отлову 32-х особей. По состоянию на сегодняшний день подрядная организация отлована 18 салат на сумму 300 тысяч 700 рублей. Возвращено в Средообитание 12 жилых. Значит, заявки у нас принимаются согласно контрактно-технического задания. Пока идет все по плану, отчеты, видеофиксации, фотофиксации, но все имеется. Кратко, очень кратко. А оставшуюся сумму 357 тысяч 414 рублей будет объявлен в электронную сумму приблизительно ориентировочно в мае, либо после того, как собаки по этому контракту действующему закончатся. Мы получаем заявление от организации жителей в течение недели. Выдаем заявку. В течение трех дней отмена приезжают, работают, предоставляют материалы и уезжают. Если собака агрессивная и произошел укус, как вот недавно это случилось в поселке Строителей, они обязаны приехать в течение суток и отработать эту собаку. Они приезжали, а, к сожалению, собаку нашли. Но бывает и так. Причем собака эта была хозяйская. Она сдалась с цепи и прыгала до поселка. И, возможно, она даже пришла из Дорохова. Группы Бурлят просто, я имею в виду такие, как группа Южного, группа Горняк. Я думаю, что и другие группы тоже. Мне просто видно, что прямо вот есть потребность в том, что собаку не цепь. Нет, потребность есть, я отрицаю. Но по сравнению с прошлым годом, я не знаю, можете вы со мной соглашаться или нет, но собаку в городе стало меньше. По крайней мере, таких свор и стай в настоящее время мы не можем дать.